привет потихонечку дописалась моя новая книга и мне захотелось поделиться одной из сказок которая будет самой первой в этой книге называется она рябиновые бусы может кому-то эта сказка очень пригодится и так рябиновые бусы автор оксана степанова жила-была девушка звали ее леночка в силу своей молодости у нее было много амбиций но мало жизненного опыта причем это касалось всего начиная от работы и заканчивая личными отношениями леночка безусловно набирала этот опыт но получалось в основном по крупицам а еще девушка замечала таких людей у которых было чутье на нужное это когда у человека с детства есть тяга к чему-то в дальнейшем такие люди практически безошибочно выбирают нужный путь своих людей и все у них идет глаже некуда леночка тоже так хотела однако для этого надо было иметь одну важную способность слушать себя и свое сердце а с этим у леночки дела обстояли из ряда вон плохо зато советчиков вокруг нее всегда было пруд пруди и девушка часто жила не своим умом вот и сегодня история повторилась леночкин коллектив где она работала уже несколько лет выехал отдохнуть живописное место чудесная поляна радушно встретила шумную компанию недалеко от поляны приветливо шумел лесок народ оживленно стал располагаться мужчины приняли на грудь и рьяно взяли за приготовление шашлыка женщины разбирали привезенные сумки леночка крутилась рядом стараясь помочь но толку особого от нее не было лена может тебе в лес сходить разведать обстановку глядишь еще и грибов с ягодами домой привезем недвусмысленно намекнула главбух римма сергеевна леночке на самом деле хотелось поиграть бадминтон с пашей специалистом из соседнего отдела ну риме сергеевне наверное виднее она ведь старше меня к тому же еще и моя начальница подумала девушка леночка пару минут переминалась ноги на ногу а потом двинулась в сторону леса по дороге заливе стопили птицы дул приятный ветерок вскоре лена вышла на тропинку невесть откуда взявшуюся в лесу по пути попадались ягоды и даже парочка грибов но чем дальше в лес уходила тропинка тем тревожнее становилась девушки в одиночку то кто угодно оробить может непонятные шорохи и звуки которые она слышала тоже наводили на нее страху однако какая-то неведомая сила влекла ее в глубину леса вскоре тропинка затерялась в траве впереди замаячила избушка подрастеряв прежний энтузиазм за время пути лена осторожно двинулась прямо в самую чащу подошла максимально близко к двери покашляла для приличия постучала дверь скрипнула и открылась сердце внутри лены ухала как филин в лесу чую русским духом пахнет пришла что ли лена премудрая лена оторопела что происходит на минуточку подумалось ей бабушка я это здравствуйте но какая там премудрая заторотурила не в попад лена присядь красавица в ногах правды нет давно тебя жду яблочко на серебряном блюдечке неделю назад тебя собственной персоной показала рассказывай зачем ко мне пожаловала лена не знала что ответить она оглянулась советчиков тоже поблизости не наблюдалось пришлось думать самой а вот действительно что ей надобно здесь версия загородным отдыхом и заблудилась выглядела в этой избушке с ее хозяйкой более чем комично лена включила мозги и выключила глупости она силилась вспомнить сюжеты знакомых сказок где герои попадали к бабе иге что им вообще было надо память услужливо подбросила две подсказки их лена лена героем предстояло узнать что-то тайное получить волшебный предмет от бабы иге все гениальное просто лена а готова ли ты тайны узнавать согласись не всегда хочется слышать о себе нелицеприятные вещи порой их очень трудно и даже невозможно принять леночка от неожиданности вздрогнула а я же сейчас вам ничего не говорила вы что еще и мысли мои читать можете дык пока тебя дождешься вечер наступит а там твои корпоративщики уедут по домам а мне что потом не сподручно в ступе тебя подвозить помоги-ка лучше на стол накрыть трапезничать будем лена с принялась хлопотать помогая бабе иге неплохо подкрепившись и попив ароматного чая яга велела елене принести шкатулку с верхней полки девушка была явно заинтригована вот елена премьев дар от меня эти рябиновые бусы в лучах солнца красно-алые бусы были обворожительно хороши девушка залюбовалась и яга осталась довольно произведенным эффектом и продолжила в их власти открыть силу огненного храброго сердца рябиновые бусы помогут тебе заглянуть внутрь себя и освободить невероятный источник жизненной энергии но прежде чем наденешь их послушай еще что скажу это состояние которое появится внутри тебя ты сможешь почувствовать как будто в тебе появится стержень на которой ты сможешь опереться уразумела точка опоры внутри а не снаружи ига внимательно посмотрела на красную девицу понимаешь о чем я говорю лена вздохнула и неуверенно кивнула старуха прищурилась и после паузы вновь заговорила запомни лена какие бы жизненные ситуации обстоятельства не разворачивались на твоем пути слушай свое сердце и доверяй своей интуиции не забывай дорогая чтобы тебе не советовали и не говорили другие люди это всего лишь их точка зрения для тебя это входящая информация но никак не руководство к действию в таких ситуациях вспоминай пословицу в одно ухо влетела в другое вылетела смело применяют многочисленным чужим советом свой же замысел держи в голове и до поры до времени никому о нем не рассказывай живи своим умом и чутко слушай свое сердце рябиновые обережные бусы будут тебе в этом помогать носи их когда будет необходимость а со временем начнешь и без них сама справляться в глазах лены блестели слезы благодарности она сделала поклон яга бережно надела на лену рябиновые бусы спасибо вам бабушка за подарок и за знание я вас тут точно в премудрую переквалифицируюсь улыбнулась елена ну значит так тому и быть время видать твое пришло оно и здорово что все идет своим чередом теперь ступай заболталась я с тобой вот тебе клубок он тебя на поляну выведет только лена успела помахать старушки на прощание в тот же миг путеводный клубочек прыгнул перед ней и покатился во всю прыть девушка только успевала за ним в следующие несколько минут она оказалась на поляне а клубка и след простыл казалось здесь все по-прежнему и и давно никто не искал ее даже никто не искал она и к лучшему не приснилось ли это мне все сама у себя спросила елена тонкая как девичья талия с красными гроздьями ягод рябина наклонила свои ветки и коснулась девушки лена ощутила это бережное прикосновение дотронулась до своих рябиновых бус и почувствовала необычайную уверенность и силу внутри себя а рябина тихонько шепнула ей на ушко я точно знаю что у тебя все будет хорошо вот такая история